МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Культура программы Наблюдатель. Меня зовут Алекс Дубас. Сегодня предмет нашего наблюдения продолжающийся международный фестиваль интеллектуальной оперы Априори. В рамках этого фестиваля есть очень интересный проект «Интеллектуальная опера за гранью воображения». Вот так он называется. И с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня с нами Павел Сорокин, дирижер Большого театра, заслуженный артист России. Здравствуйте! Алексей Курбатов, пианист, композитор, создатель интеллектуальной оперы. Также, как и наш следующий герой, Димитр Сьеламас, филолог, поэт, драматург, автор либретов к четырем операм, а еще Дмитрий Сьеламасов, советник по культуре посольства Грецы в Москве. Здравствуйте! Здравствуйте! И мой первый вопрос вот такой. По поводу названия. Мне кажется, нужно дать определение интеллектуальной оперы и нашим зрителям. Я, честно говоря, вы меня извините, слышу в нем какую-то даже атаку. Потому что само название интеллектуальной оперы подразумевает, что есть, оказывается, значит, неинтеллектуальная, то есть простая опера, а это как-то обидно, или... То есть, конечно, в названии есть некий снобизм. Есть. Но не надо это так воспринимать. В общем, в данном случае имелось в виду следующее. Вот в опере 19 века, в классической опере, большую роль играет внешнее действие. То есть, то, что происходит у нас непосредственно вот как в спектакле, как в драматическом спектакле. А здесь мы представляли оперы, которые... Большая их часть их действия, да, она происходит внутри, в диалогах героев. Она происходит внутри их психики. И их психология раскрывается через музыку. Тем более, что это было концертное исполнение опер. Поэтому действий там совсем нет. Да, певцы там просто стоят перед оркестром и исполняют свои партии. Но нету драматического действия. Поэтому в данном случае слово «интеллектуальный» оно просто подразумевало необходимую для понимания работы интеллекта слушателя. Я иду по... Упрощая. Главное в данном случае не форма, не картинки, а содержание. Да, да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот автор «Четырех ребра» — это вы согласны с таким определением? Условно, потому что неинтеллектуальных опер в истории, по-моему, нет. Опер — это не народный жанр. Опер — это сама по себе интеллектуальный жанр. Поэтому... Ну, это все условно. Это все школы, все тенденции, все фестивали несут, конечно, условные названия. Но так, как коллега объяснил, это, конечно, вполне... Ну, насколько я понимаю, вот то, что рассказал Алексей, то есть, когда главное — это все-таки содержание, это диалоги, это нас... Здесь же особенно ответственность ложится на вас, в данном случае, как на поэта, на автора либретта, потому что мы, зрители, теперь следим уже именно за диалогами, за рефлексией героев, да? За их... Да, главное, конечно, это на либретто и на режиссера, который фактически толкует для зрителя это либретто. На режиссера и на либреттиста, конечно. Но и на композитора тоже. Это все-таки общая драматургия, это не только поэтическая, она и музыкальная тоже. Согласен. И вот отвечать как раз за все это должны дирижеры и музыканты. Вот расскажите, Павел, как вам работается в рамках вот этой новой интеллектуальной... Ну, конечно, интеллектуальной — это не значит атональной, я вообще могу сразу сказать, потому что многим подумают, что это вот то, что никому ничего не понятно, когда какой-то шумы и звуки. Надо сказать, что и «Барток», и вот опера Алексея Рубатова, она, в общем, написана абсолютно классическим языком. Абсолютно все это... Огромная роль оркестра и певцов. Так что вот тут... И то, что две оперы объединились, я могу сказать, это интересное решение, потому что и там, и там, знаете, хорошая музыка, если так можно упрощенно сказать. Интеллектуальная, потому что, может быть, вот она, допустим, «Барток» на венгельском языке исполнялась. Она, в общем, редчайшее исполнение, потому что, я не знаю, когда еще исполнялась на... Думаю, в концертном исполнении впервые в нашем государстве она исполняется, и вообще она очень редко. Идет... И вот те, вот, допустим, два артиста, которые были приглашены, замечательная певица и певец, они специалисты, именно, вот, считаются лучшими исполнителями этой оперы, они поют по всему миру ее и в концертном, и в таком... Ну, и в театрах эти составят. Вот. А кто это, назовите, именно? Сейчас, знаете, это... Вот Валансаба я помню. Ильди Кок. А, Ильди Кок. Камлышев, да, это замечательно. Здесь мне нужно пояснить зрителям, что речь идет, собственно, о двух операх. Это «Замок Герцкая синяя борода», «Белый Барток», о котором мы говорим. И, собственно, премьера, мировая премьера оперы Алексея Курбатова «Черный монах». Вот эти две оперы были представлены на проекте фестиваля интеллектуальной оперы «За гранью воображения». Эти два артиста, автор, конечно, оперы «Черный монах» исполняли наши артисты, замечательные солисты Большого театра. Это Дарья Зыкова, Петр Мигунов и Максим Пастер. Вот, надо сказать, что... Эта опера, ну, она как написана языком, в общем, что, классическим, но она довольно трудна, в смысле, чтобы их хорошо исполнить. Особенно для артистов. В смысле, вот, и именно психологически, вот, потому что... Так что, вот, они молодцы, что справились. Но, я могу сказать, вы знаете, конечно, были вот опасения, что вот... Придёт ли публика, простите, вот так, откровенно говоря. И было довольно много людей. В общем, зал был полон. Что их хорошо принималось. То, что, вот, как говорят, что опера – мёртвый жанр, так это неправда. Это концерт подтвердил, что он не мёртвый жанр. Вот мне почему-то за публику, я за публику почему-то совсем не переживаю. Потому что умеете вы каким-то тезисом привлечь публику вот на мероприятия. Ну, я не знал, это последний пример из вот такой авангардной оперы. Сейчас в Риге. В Латвийской национальной опере поставили, причём русские ребят, на русском языке, авангардную оперу-лекцию «Михаил играет с Михаилом». Содержание... Пример был в прошлом месяце. Михаил Таль играет в шахматы с Михаилом Ботвинником. Вот этот сюжет. Это сюжет, да. Либрет. Написал Либрет ваш коллега, поэт, русский поэт Сергей Тимофеев, он живёт в Риге. На сцене 32 человека, из них два режиссера, количество, число шахматных фигур. Два дирижёра, танцовщики и певцы. И вот, собственно, это и лекции. Почему-то вот мне хочется на это пойти. Что это может быть? Я про тезисы, да, вот мне зрителю говорят, приходите. Шахматная битва на сцене оперы. Хочется. Чёрный монах Алексей Курбатов. Что это? Хочется пойти, хочется. У меня с точки зрения побудительных мотивов зрителя вообще нет сомнений. Другое дело, что мы там увидим. Что в результате. Да, не испугает ли нас это прийти ещё раз? Мне кажется, было бы справедливо сказать, что вообще человек, который вообще всё это закрутил, можно говоря. Это такая Елена Харакидзиана, которая со своей командой от бренда, они как раз вот все фестивали-то организовали. Потому что, извините, именно и Алексеёна, в общем-то, была опера заказана её. И бар, только это же все очень большие проблемы. Ну, во-первых, даже нотный материал. Это выдаётся, он не выдаётся, а выдаётся только. В аренду. Да, в аренду. И сразу после этого он управляется. Настолько они это всё берегут. И потом вот эти два артиста замечательных, которые... Потому что, конечно, только они могли на уровне исполнить. Чтобы это всё выучить, это же очень трудно. А насчёт того, что они... Ну, во-первых, я думаю, многие люди, пришедшие, они как-то читали «Чёрного монаха» и знали примерно историю «Синей бороды». Ну да. Даже, наверное, это их могло не отпугнуть, название интеллектуальной оперы. Так что, я думаю... Просто это вызвало интерес, вот что мне очень приятно. Я предлагаю нам сейчас всем вместе посмотреть фрагмент, видеофрагмент репетиции оперы «Чёрный монах». Вот есть у нас такой, чтобы мы понимали, о чём идёт речь. Внимание на экран. «Чёрный монаха» «Чёрный монаха» Прокомментируйте. Ну, знаете, конечно, я ещё, конечно, сам, я думаю, главный участник тоже. Равноправный, это замечательный оркестр под управлением Павла Леонидовича Когана, который, в общем, осилил. Ну, репетировали довольно приличное, в общем, количество репетиций, но всё-таки осилил и ту, и другую оперу в кратчайшие его... Ну, сроки узко, ну, глубоко профессиональные. Уже, допустим, у «Бартика» огромный состав оркестров. Там четвёртное вообще плейты, духовые. Ну, и Алексей тоже новая музыка, в меня не так много новой музыки вообще играется. Так что я хочу тоже благодарить их и сказать большое спасибо. Вы всё время, Павел, употребляете оркестр осилил. Артистам пришлось, безусловно, трудно из-за такого объёма текста. Это действительно труднее такую оперу исполнять, чем обычную? Ну, конечно, потому что это ведь, понимаете, как-то... Это нельзя сказать, что каждый день исполняется. Как-то, в общем-то, и для артистов они очень привыкли... То есть, в основном много исполняют, но, может быть, больше всего классической оперы исполняют. Ну, других веков, можно так сказать. Поэтому это интересно, а в то время довольно трудно. Понимаете? Ну, плюс традиции просто. Да, потому что Барток вообще играется очень редко в нашем государстве. Могут сказать, только концерт для оркестра играется в основном. А Курбатов? Курбатов впервые исполняют. Ну, опера, да, первый раз. Почему «Чёрный монах», Алексей? Почему такое произведение? Шостакович хотел написать такую оперу. Вот он в конце жизни об этом рассказывал. А давайте напомним зрителям, это хорошая история, может быть, не все знают. Он же действительно... Он рассказывал вот Соломону Волкову, да, по-моему, или Кшиштофу Мейеру, кому-то из них. По-моему, Мейеру, который написал о нём книгу впоследствии. Он рассказывал где-то в 1974 году примерно, то есть, там, за год до смерти, что вот хотел написать оперу. Прямо он её очень конкретно представлял, что там будет. Он рассказывал о сценах, какая там будет музыка. Вот он даже, в общем-то, два фрагмента, грубо говоря, написал. Вот они там вошли в другие произведения. Вот, и когда... А, значит, дело в том, что оперный сюжет найти вот какой-то новый и, так сказать, инспирирующий действительно, да, на создание интересной для себя самого музыки, это вообще очень сложно. То есть множество есть прекрасных сюжетов, которые уже использованы и будут неминуемо... ну, как бы, тянуть за собой вот этот шлейф, да, там, ну, как можно на Евгению Онегина вот сейчас написать, да? Вот, это нужно... Как бы ни написать, это будет либо восприниматься, что это перекликается с Чайковским, либо будет восприниматься, что это нарочито не пересекается с Чайковским. Ну, подумайте об этом, подумайте. Действительно, хороший вариант. А Татьяна можно назвать оперу Татьян. Татьяна. Можно. Письма. Я подготовил цитату, вот, чтобы в контексте прозвучало, пока мы не ушли далеко от Шостаковича. Дмитрий Шостакович, цитата. Чехов очень музыкальный писатель. Он строил свои произведения наподобие музыкальных. Конечно, у Чехова это не нарочно получалось. Скажем, я убежден, что Чехов построил черного монаха как сонатную форму. И что там есть вступление, экспозиция, и с главной, и побочными партиями, разработка и так далее. Да, в общем, это утверждение имеет смысл. Это не голословное совершенно утверждение. И, в общем, в форме моей оперы, ну, мне показалось там, в общем, не совсем все-таки сонатная форма, потому что там нельзя вывести две контрастирующие партии. Их там, по сути дела, четыре. Вот, то есть больше, да. Это какая-то очень развернутая сонатная форма, как Шостакович воспринимал ее, допустим, в своей четвертой симфонии. В первой части, да, в которой главная партия состоит сама из трех тем. Вот. Но, в общем-то, формообразующие элементы, они существуют в самом тексте, и поэтому это неминуемо ведет за собой и музыку. Вот. И тут я, Шостакович, он совершенно согласен. Вот. Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, у меня, когда я узнал о том, что Шостакович собирался писать такую оперу, я моментально перечитал, значит, повесть, которую я до этого несколько раз уже, конечно, читал, но просто мне в голову не приходило это как-то связывать с оперой. А в это время мне как раз надо было писать что-то оперное, вот так, скажем. Вот. То есть были какие-то зацепки, и я сразу начал писать, буквально в тот же день, когда я прочитал вот эту статью Мейера. У меня как-то очень быстро этот процесс пошел, вот, и за три месяца я ее и закончил. Вы автор музыки или бретто? Ну, если это можно назвать либретто, то да. А как это еще можно назвать? Я не писал отдельного текста, просто я одновременно с музыкой что-то у Чехова сокращал, да. То есть там какой-то не 100% текста вошло в оперу, но большой процент, наверное, 80, вот так, примерно 4,5 текста. И он без изменений, то есть это просто прозаический текст. Там диалоги, там большие развернутые монологи, это монолог монаха и монолог главного героя Коврина, вот. Ну и, собственно, то есть там изменения минимальные, сюжетные изменения там вообще одно только, это в конце у Чехова есть некое такое для оперы утяжеление сюжета, я его убрал. Там по Чехову получается, что у главного героя есть вторая семья, там через два года появившаяся. В общем, это бы оперу, конечно, сильно утяжелило, я об этом не упомянул. А чёрный монах у нас на сцене присутствует? Он присутствует, да, в двух ипостасях сразу. Он одновременно и человек, и хор. То есть мы видим монаха и как... Ну, в концертном варианте это, конечно, не так понятно, да, это нужно именно делать с декорациями, с некими там спецэффектами, вот, которые в партитуре, они так прописаны немножко. Ну, в общем, мы монаха видим и как человека, который разговаривает с главным героем, вот, и мы одновременно его слышим, и не всегда одновременно, но, в общем, слышим его и как хор, который даёт нам понять, какая это огромная сила, и что этот монах для всех остальных, да, он не персонифицирован как человек, а он персонифицирован как демоническая сила, которая владевает разумом главного героя. А для главного героя мы его видим как человека, и как вовсе не демонического, а как прекрасную божественную силу. Вот этот проект фестиваля называется «Интеллектуальная опера за гранью», двоеточие, «за гранью воображения». И я вот сейчас хочу попросить прокомментировать наших гостей вот эту фразу «за гранью воображения». Что это означает? Это значит, что мы, зрители, должны ловить какие-то знаки, да, которые вы нам, создатели, посылаете? Ну, наверное, надо спросить автора проекта, наверное. Ну, мне кажется, что тут обозначает участие, интеллектуальное участие зрителя в происходящем на сцене, что в наше время необходимо. То есть опера – это уже не чисто развлекательный жанр, куда вот одевали свой хороший костюм, платье, шли, смотрели, уходили. Тут, естественно, надо думать. Жанр развивается в эту сторону, мне кажется. Ну, хороший костюм тоже можно надеть в любом случае. Ну, конечно, можно, конечно. Но думать не помешает. То есть в том, что хватит потреблять, давайте сотрудничать. Ну, да. Давайте сотрудничать. Хорошо. И в чем вы предлагаете сотрудничать? Вы вот как автор, скажем, Лебретта к четырем операм. Давайте поговорим, допустим, об опере «Станция». Это же… Рассказывали, что это было нечто. «Станция», да. Мы представили в 2008 году при фестивале «Территория» на Винзаводе. Режиссер был Кирилл Серебряников, дирижер Теодор Курензец. Мы писали с Алексеем Сюмаком. Довольно интересно было. Довольно интересно. Музыка современная, а тональная, но не совсем и не всегда. Что вам сказать про «Станцию»? Мне кажется, что публика, которая пришла, восприняла, подумала, но, с другой стороны, это при фестивале, да. Фестивальная публика – это не то, что репертуарная публика. Это разные люди и с разным настроением идут. Но мне кажется, что наши надежды с Алексеем оправдались. Нет, нет. Очень много прессы по поводу того, что тогда было на Винзаводе. Но мне интересно, вот ваш, в чем интерес? Говорят, что вы вообще либретто писали, я читал, прессу, СМС-сообщения. Ну, это, конечно, на уровне легенды. А, уже так, уже мифология. Кое-что такое было, но не совсем. Но какую-то хорошую идею можно друг другу сообщать таким образом. Но не то, что писали либретто на уровне СМСов. Конечно, нет. А в чем идея вот эта оперестанция? Это история конца жизни поэта Паула Целана. Это о смерти и после. Это довольно мистическая вещь. Это шесть картин из всей жизни этого поэта. Знаете, некоторые мистики говорят, что в момент, как умирает человек, как быстрая картина происходит за несколько секунд перед ним вся своя жизнь. Вот это основная идея станции, что в момент смерти человека ему шесть основных картин своей жизни, так, с детства до момента смерти, проходят вот за эти 60-65 минут, когда длилась опера. Вот это основная идея станции. Хочу вам сказать, что мы с коллегами работаем с тем, что называется оригинальное либретто. То есть не берем какое-то литературное произведение и переделать его либо в поэтической, либо в прозаической форме либретто. Пишем новое произведение с нуля. Поэтому называемое оригинальное либретто. Ну, бывало в истории такое. Конечно, большинство опер обосновано на каком-то литературном произведении, но бывало. Похождение по весе Стравинского, человеческий голос, они довольно написаны. Но так или иначе узнаваемые персонажи или, скажем, культурные коды все равно присутствуют. Я сейчас вот говорю, например, об опере «Не Маяковский». Да. Да, это уже совсем другое опера «Не Маяковский» готовится. Еще не было премьера в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Это тоже «Вокруг смерти Маяковского», но там я использовал очень много оригинальных архивных материалов, вплоть до докладов чекистов, которые нашли труп Маяковского. Это очень интересно. Очень интересно. И переписка Маяковского с Лили Брик. Там основной герой, в принципе, это не Маяковский, это Лили Брик, который о нем вспоминает, поэтому и не Маяковский. Основной персонаж – это Брик. А сколько всего персонажей в этой опере «Не Маяковский»? Есть два двойных персонажа. Есть два Маяковских, две Лили Брик, то есть один поющий, один играющий, драматический актер. И несколько вторичных. Есть народный комиссар, чекист, комсомолка – персонажи того времени. Мы уже знаем, кто будет играть актеров, имена актеров, кто будет играть. И да, и нет. То есть мы, в принципе, знаем, но так как это еще не окончательно, как-то так затрудняюсь сказать. Ну да, лучше, наверное, до премьеры подождать. Тема смерти, тема мистицизма, тема смерти, тема мистицизма. Я просто слышу, это происходит. И «Черный монах», и вот уже мы сейчас поговорили о двух ваших спектаклях, станции «Не Маяковский». Это обязательный атрибут для интеллектуальной оперы? Нет, совсем не кажется, что есть. Огромное количество тем. Это просто совпадение. Совпадение – это тема, которая вызывает много мыслей, конечно, у человека, но нет, совсем нельзя. Это просто одна из вечных тем, без которой невозможно жить без мысли о смерти. Ну, в общем, есть много других тоже хороших тем. А потом в опере в таком классическом понимании, а как ведь и безлюбовной линии тоже тяжело обойтись, но это не значит, что все оперы всегда написаны на тему любви, смерти, страдания и так далее. Хотя такого много. Ну, такого много, да. И очень хороших примеров великих, и, в общем, и средних тоже. Ну, то есть, это такая одна из вечных тем, но не единственная. У меня к Дмитрию еще один вопрос. Вот за несколько секунд до того, как началась наша программа, мы уже познакомились с гостями, вы произнесли фразу, которую я оценил. Мы – мертвые авторы. Да, 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 это обычно говорит твой коллега Дмитрий Курлянский. Имеется в виду, что когда идет время постановки оперы, все решают уже режиссер и дирижер. Это они толкуют нашу работу. Дирижер толкует музыку, и режиссер толкует и объясняет публику, и либреттует музыку тоже. Поэтому в этот момент композиторы-либреттисты уже мертвые авторы. Они единственные, что могут делать – пойти на премьеру и получать удовольствие. Больше ничего. А, это правда я тогда к Павлу обращаюсь? Они действительно не вмешиваются уже в процесс работы. Ну да, дипломат. Нет, кстати говоря, вот насчет, вот, вы говорите, темы смерти. Тут, конечно, знаете, вот тоже опера Алексеева. Тут, видите, можно сказать, что оркестр, хор, кстати, Ерловская капела замечательная, крела под управлением Геннадия Дмитрияка. И певцы, это нельзя сказать, что оркестр аккомпанирует певцам, или певцы подавляются, то есть частью какой-то инструмента оркестра. Тут так получилось, что все вот это вот именно так было написано, и очень интересно, что это все единое. То есть, вот, допустим, когда поет певец, то в оркестре идет тоже определенный материал, который потом развивается к ульминации, понимаете. Вот, допустим, хор, который, кстати, вот изображает, он без слов. Но вот это очень важный какой-то вот кластер, знаете, который показывает, когда черно... Ну, черно-мана в двух вот этих именно ипостасях тоже очень важно. То есть, ничего нельзя никого убрать, понимаете. То есть, вот, может быть, именно интеллектуализм в этом тоже состоит. Как-то именно попытаться, чтобы все были равны. А насчет того, что вот если бы ставят, когда... Ну, сейчас же режиссер, то, конечно, сейчас, мне кажется, в основном опера режиссерская. Такой период во всем мире. И режиссерту. Ну, когда... Это все очень... Знаете, исторический момент, когда это главный был. Ну, не тоже главный, но, конечно, идеально, когда вместе. Понимаете, когда есть контакт, когда нет контакта. И с автором, конечно, если автор, слава богу, вот. Есть. И, наверное, это тоже может получиться. Потому что если начнет что-то в какую-то сторону тянуть, это, наверное, будет неинтересно. А что первично в интеллектуальной опере? Что первично? Все-таки текст или звук? А мне кажется, музыка. Музыка? Все-таки, да. А вам, Алексей? Вот автор и музыки. Я без текста, конечно, не смог бы написать эту музыку. Я бы написал какую-нибудь другую, наверное. Вот. Ну, в общем... Да нет, наверное, это какой-то синтез. Но в конечном итоге, да, то есть, мне кажется, спокойно можно вот эту оперу, конкретно эту, слушать, не понимая вообще ни одного слова. Ну, то есть, там, вот, я не знаю, французы будут слушать на русском языке. Так же, как мы слушаем итальянскую оперу, да, не зная итальянского языка, ну, там, 90% слушателей, которые любят оперу, они же не понимают, там, что происходит. Они, может быть, знают ли Бретта, а может и нет, да, вот широкая, так сказать, слушательская масса. А музыка все равно заставляет людей и плакать, и смеяться, да, и, в общем, выходить из концертного зала измененными. Вот. Поэтому, ну, наверное, в общем, я соглашусь. То есть, вот в таком смысле, да, текст, он необходим для того, чтобы родить вот это все, да, и он инспирирует творческий какой-то потенциал. Вот. Но потом уже, да, вот для этого, собственно, опера и существует, да, в том числе, что она, это какой-то третий, да, новый продукт, вот, синтеза текста музыки, и получается что-то совершенно третье. Когда мы смотрим, слушаем опер на незнакомом языке, вот, как вы говорите, или даже на родном языке, но не все понятно. А здесь же текст становится звуком, верно же? Да. Он же тоже, уже тоже звук. Конечно, конечно, и, в общем, то, какой слог на какую ноту попадет, и в каком сочетании это очень важно, и, ну, композитор должен это учитывать и должен понимать, что в идеальном варианте, да, если эта опера будет звучать, то большинство слушателей не поймут ничего, да, они будут слушать только музыку. Они тексты не поймут, потому что они, в общем, на родном автору языке говорит мало кто. Тот же вопрос, Дмитрий, я адресую, по поводу, что первично, все-таки текст или звук? Вы работали с двумя разными композиторами. Вот как происходила вот ваша работа? Понимаете, идеально, конечно, это сочетание. Но я хотел сказать, продолжая то, что сказали коллеги, что все-таки поэзия уже существует в композиторе, в музыке. Она растворяется в работе композитора. Композитор, если хороший, и напишет правильную и хорошую музыку, в ней присутствует уже и поэзия либретто. Так должно быть, по идее. Поэтому бывает так, что мы слышим на незнакомом языке и все понимаем. Почему? Потому что, прекрасно понял композитор, поэзия существует уже и в музыке. Она растворяется в музыке. Ну, существует, конечно, но мы, например, нашли какой-то другой выход из этой ситуации. Потому что, так как у нас темы иногда первичны бывают, и это важно, чтобы слушатель понял, о чем речь, у нас сочетание вокалистов и драматических актеров на сцене. Даже сейчас мы пишем одну оперу, это уже пьято в моей жизни с Дмитрием Курлянским, на античную тематику, где есть ряд монологов античных героинь. И вокалистка поет, и в то же время драматическая актриса тот же текст играет. Поэтому там, конечно, основной фокус делается, получается, на текст, потому что драматическая актриса играет на русском языке, а вокалистка поет по-древнегречески. – Как интересно. А изначально, вот как мне, правда, очень важны технические моменты и интересны. То есть это звонок режиссера, допустим, вам. Дмитрий, вот интересно, давай разработаем тему Маяковского. То есть есть композитор, который будет, но нужен текст. То есть изначально что это? – Нет, изначально, понимаете, мы очень хорошие друзья. Очень часто и много мы вместе бываем, разговариваем, и как-то стихийно получаются эти темы, о чем, как. Даже я не могу вспомнить, когда... Ну, может, тогда только темы на Сферату у нас писали с Дмитрием Курлянским. Она была по закажу, нам Куренцик заказал для Пермского театра. Он мне сказал просто однажды, пиши мне что-нибудь на историю Дракулы. Мне кажется, что Дракула – это тема очень оперная. Она связана с романтизмом, как литературное течение. И мне кажется, что нету какой-нибудь известной оперы. Есть какие-то там малоизвестные, но такой крупной оперы на тему Дракулы нет у нас. Поэтому пиши что-нибудь про Дракулу, и все. – Опять мистика, опять мистицизм, опять фантом в опере, опять пиковый даман. Вот присутствует она как-то у вас. Обязательно нужно путешествовать во времени для того, чтобы создать оперу? Чехов, Древняя Греция, Носферату, Синяя Борода, Румыния, наверное. То есть я про наши реалии. – А у вас, кстати, замечательная идея. Действительно, извините, сейчас как-то мало пишут. Даже в драматическом театре, я что-то не помню, разве много пьес на современную тему. То есть про нас, то, что сейчас происходит. – Вы понимаете, что это? Самоцензура, что ли? Я не могу понять. Или самоограничение? Или берут на другой стороны то время и переносят сюда. А может, нет, чтобы проще, грубо говоря, написать про нас. Мне кажется, богатый материал, простите, нет? Даже по-другому, вокруг. Очень интересно, нет? – Да, да, действительно любопытно. – Что вот это? Почему-то какая-то вот, вы заметите, как-то вот в этом отношении нет никакого продвижения. – А это вот, Дмитрий, у вас как раз вопрос. Если, ну, скажем, Чехов понятно, вот мы обращаемся к классике, а Дмитрий, они же создают оригинальные сценарии. – Тоже обращаются к классике? – Вот да, почему? Классики, они не попробовали еще посмотреть в современном мире какие-то тематики? – Не знаю, не мое. Два композитора других попробовали мне заказать на современную тематику, я подумал, отказался, это не мое. Хотя Маяковский, конечно, это как-то нарушение моего этого принципа, не смотреть на современность. Но, не знаю, мне кажется, что смотреть на современность глазами истории, это тоже интересно. Потому что в античности было сказано обо всем. Это очень интересно изучать античность через современное творчество. У меня, не знаю, это со школьных времен, я школу закончил в Греции, по образованию я филолог, поэтому всю жизнь изучал античный театр, и мне кажется, что у меня есть много чего сказать в этом. – Да, и, наверное, по большому счету тема, мы же знаем, что всего лишь есть несколько сюжетов, и все вопросы, все отношения уже, ну да, да, проговорили. – Как долго живет интеллектуальная опера? Вот была премьера станции на винзаводе, необычное место в центре Москвы, старые заводы, посмотрели. Сейчас это можно где-то посмотреть? – Нет. – Это же обидно. – Очень обидно. – Это столько людей, актеры репетировали, музыканты, дирижер, мы собираемся, и все это разе одного раза? – Там четыре раза было, но тем не менее все равно обидно. – Какова судьба? Какие планы на черного монаха, вот, Алексей? – Есть какие-то разговоры и планы о постановке, вот, ну, я надеюсь, у нас состоится, вот, там, рано или поздно, надеюсь, все-таки рано, вот. – Вот, но, конечно, это дело сложное, в первую очередь, потому что театры боятся прогореть, да, вот, если очень просто, да, в двух словах, то есть, ну, есть, так сказать, испытанные годами и десятилетиями постановки, вот, а новых оперных постановок, таких вот, прям, вот, только написанных, и чтобы они постоянно шли, в общем, их, конечно, практически нету. – Вот, то есть, можно, лучшее, на что можно надеяться, это какая-то небольшая постановка в небольшом театре, который рискнет вот это попробовать. – Тогда, простите, я не очень понимаю мотивации, что ли, тогда это, если мы делаем спектакль, то есть, мы репетируем, приходит артист, мы видели сейчас фрагмент репетиции, столько людей задействовано ради премьеры на фестивале, а дальнейшая судьба, ну, пока еще неизвестна, пусть она будет хорошей. Тогда это больше похоже, простите, на некий арт-перформанс, чем на, вот, какой-то спектакль, уже создает для чего-то спектакль, чтобы его увидели зрители. Где они его увидели? В репертуарном театре. – Вот вы затронули, конечно, самую такую печальную тему. Во-первых, конечно, я могу сказать, что я снимаю, как говорится, шляпу перед героическими усилиями авторов, композиторов, либо тисов, которые в наше время, когда, вот, знаете, ну, как бы сказать, да, когда, в общем, такое впечатление, что никому не нужно такое впечатление, то есть, все время создается, что они все-таки сопротивляются окружающему миру и все-таки делают то, для чего они предназначены. Так что спасибо вам, господа, большое. Браво. Вопрос. Дело в том, что вот этими вещами когда-то занимался здорово Борис Александрович Покровский. Он и начался, знаете, опера «Нос» когда-то была в таком же положении. Она была как запрещена посмотреть. Ну, ее вообще, да, вот, когда началась репетиция в подвале, что называется, и он же встретил, это же известный мне сам рассказал Борис Александрович, когда он на улице около театра Большого встретил Геннадия Дугаевича Рождественского. Он сказал, гения, простите, так он сказал. Вот, «Нос». Гениальный ответ. Когда репетиции? И так все началось. И это был шедевр, который они объединили весь мир с этой гениальной установкой Рождественского-Покровского. То есть, сколько там было поставлено, тревердив там ставил, сколько там, ну, даже Дашкевич, вот такие композиции, так называю, вот сколько, кто приходит в голову, то есть этим занимается. Какой-то, ну, вот, видите, как наступил период, что называется, коммерции. Да, ему говорили, зачем нам это, поставьте-ка лучше волшебную флейту, вот, и мы повезем ее на гастроли в Германию. Все, что с этим? Нет, говорит, он, он скажет, нет, давайте, возьмите, оператор, он скажет, спасибо большое. Вот это огромная проблема. Вопрос, как? Мне кажется, что бы вообще развивалось, ведь всегда была «Московская осень», да? Я тоже держал на этом фестивале, сколько было новых произведений. То есть, просто необходимо для интеллектуального развития государства, просто, если можно сказать, да? Да, это должно быть, чтобы, да, это не для миллионов, может, ну, в смысле, что, может, предупреждают люди, которым это необходимо, чтобы они сами тоже развивались. Не те, кто он только написал, но и те, кто придет, послушает. Мне кажется, это необходимо, чтобы делать просто на государственном уровне. Именно, чтобы не бояться прогореть, а чтобы это было. Или кто-то будет брать на себя смелость, ответственность. Ну, вот же, кстати, Дмитрий Ильич же привел пример, что вам заказали оперу для Пермского театра. Тоже мы писали вот эту оперу про Маяковского, она будет в Михайловском театре, обещает в репертуаре. То есть у нее будет судьба какая-то, да? Обещает. Ну, я очень надеюсь, потому что Василий Бархатов, который ставит, который художественный руководитель этого театра, он обещал, что будет, я ему верю. Давайте тоже вместе поверим в Василию Бархату. Я хочу предложить нам посмотреть. Кстати, я хотел про Бархата, вы им говорили, что у него есть проект Опергруппа, который берет современных авторов, современные оперы и делает постановки. До сих пор было сделано не меньше десяти опер. Это то, что он назывался лабораторией современной оперы, да? А в Большом театре есть такая лаборатория, да. Ну, это как раз он сам ее и основал. Ну, видите, сам продюсирует, то есть продюсеры есть, да? Просто помните, какой был, извините, прибился, какой был скандал «Дети Розентали» Леонида Десадникова, да? То есть уже опер уже оторшал, второй план взял, был только скандал. В смысле, казалось бы, то есть это, может быть, даже подогрело в какой-то мере, но в другой стране, ведь никто потом перестал рассуждать о самой достоинствах этой оперы. И замечательного композитора Десадникова, просто живой классик. То есть вообще все это было бы спокойно прошло, потому что такой был ажиотаж. То есть они сыграли, они понимают, что они в рот наиграют, что эта опера довольно долго шла и придержалась. Интересный очень опыт, замечательная музыка. Да, но это все говорит о том, что движение есть. Болит, утраченная иллюзия, опять же, Ленин Десадникова тоже был заказан. И Ратманский, это было специально театром заказано. То есть движение какое-то есть, когда кто-то, понимаете, захочет, что называется. А так, конечно, глобально, вот то, что было, понимаете, система, действительно была московская осень, все-таки авторы могли, то есть они не писали в стол, а писатель может написать в стол, потом, ну, положил, а потом когда-то где-то кто-то издал. Здесь автор же должен, знаете, все даже услышать, как смысл жизни в этом стоит. Поэтому этот фестиваль, он давал возможности авторам и людям тоже услышать новую музыку. Что необходимо просто, чтобы шло развитие, понимаете, внутри необходимо. Иначе, ну, просто как-то, когда все это становится, закончится он всегда. А потом не забывайте, что опера – это очень дорогой жанр. Сколько человек оркестра, хор, солисты. Представьте себе, это то же самое, что театр, плюс оркестр, плюс хор. Значит, намного дороже. Ну да. Это очень дорого. И декорации должны быть соответствующие. Ну, да, там могут быть скидки. Ну, это то же самое, что театр. Но добавить только, и сколько больше репетиций надо, чем в драматическом театре, да? Намного больше репетиций. И все эти люди, чтобы репетировали. Ну, то есть риск большой. Просто, да, если люди рискуют своими деньгами, пусть и не своими, а деньгами театра, они предпочтут, конечно, поставить что-то такое, что наверняка. Да, да, вот. Ну и слава Богу, что есть, в общем, исключения, да, и вот та же самая Лена Харакидзян. Да, до этого я говорю. Да, низкий ей поклон. Все это организовать, конечно. Да, она рискнула и поставила свой фестиваль, вот этот концерт. Ну, в общем, надеюсь, что она не прогадала. Но в случае с интеллектуальной оперой, может быть, в смысле расходов все попроще, высказываю надежду я. Потому что мы же говорили с вами, начали разговор, Алексей, с того, что все-таки больше содержание, чем форма. Да, но на чем там можно сэкономить? Только на декорации, которые все равно нужны. И они все равно есть в театре. Не забывайте, что опера – это театр. Все-таки и либритист, и композитор мечтают свое произведение выйдеть на сцене, и не в концертной версии. Ну, конечно. Концертанта – это очень хорошо, это прекрасно, это даже особенно для музыки, потому что все там можно детально слушать, работать и так далее. Но, тем не менее, мечта композитора и либритиста – все-таки, чтобы выйдеть оперу как постановку. Давайте посмотрим оперу как постановку. Я хочу предложить нам посмотреть фрагмент из оперы как раз полибрита Дмитриса «Астероид-62». ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что же такое астероид 62, Дмитрий? Знаете, у каждого астероида есть два названия. Есть обычно античное название какого-то древнего героя и порядковый номер. У астероида 62 название Эрато. Эрато – это муза любовной поэзии. Так что это опера про любовь. Такая криптограмма у меня. Про любовь? Да, это про любовь. Астероид 62 – это Эрато. И кто кого любит там? Там четыре персонажа. Два мужских и два женских. И это какой-то действительно внутренний диалог про любовь. Я, может быть, сейчас немножечко отойду от темы. Простите, джентльмены. Дмитрий, хочу задать конкретный вопрос. Вот вы же в свое время, я так понимаю, учредили кафедру византийской, новогреческой филологии. В МГУ, да. Сейчас занимаетесь этим? Да, преподаю там. Вот мы говорили… По субботам. По субботам. Мы говорили об истории, да. Вот мне кажется, византийская история, даже прекрасная, она вот сейчас, мне кажется, незаслуженно, невостребована. Пример. Выходит в Турции блокбастер. Самый дорогой фильм турецких кинематографистов. Называется «Фатих», «Мехмед Завоеватель». Действие Константинополя, 1453 год. С их точки зрения, это взятие Константинополя. Ну, с нашей точки зрения, это падение Константинополя. Это, еще раз говорю, самый главный и важный фильм у турецких кинематографистов. Но ведь… А мы почему на это не обращаем внимания? Вот не прикасаемся к этой удивительной цивилизации, которая просуществовала почти тысячу лет. Ну, это, конечно, жалко. Надо соприкасаться, и с точки зрения творчества надо соприкасаться. Но я, играя тут адвоката дьявола, как говорят, да, я вам скажу, что наоборот, если взять Западную Европу, там еще менее знают про Византию, чем в России. Их в России намного больше знают. Но, с другой стороны, это объяснимо, да, это история православия, это свои корни, в конце концов. И это логично, что здесь знают больше. Но все-таки здесь это преподается и в университете, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах. То есть, кое-как присутствовать. Хотелось бы больше. Но опять все-таки есть и потребительский момент. Кому и для чего нужны много византинистов? И в каком обществе? Мы производим, например, от 5 до 10 человек в год выпускаем в МГУ. А зачем больше? Что они будут делать? Как они будут жить? Это же чисто исследовательское направление. Писать оперы, рассказывать нам истории по все тем же сюжетам, не выдумывать их, а находить, и они были. Я хочу сказать, что у нас сегодня еще предполагался один гость. Это Алексей Сюмак, собственно, тоже композитор. Он, к сожалению, не смог прийти. У меня были к нему вопросы. Может быть, вы как раз, Дмитрий, попробуйте за него отметить. Потому что я хотел поговорить с ним о вот этом объединении СОМА. 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 Сопротивление материалу. Сопротивление материалу, да. СОМА. Куда же входит и Дмитрий Курлянский, с которым вы работали? Что это за... И Сергей Невский, и Борис Филановский. Что это за объединение такое? Кому они сопротивляются? Каков у них манифест? А вы же имеете к этому непосредственное отношение, раз с ними сотрудничаете? Ну, только с ними сотрудничаю, да. Ну, это современные музыканты. У них не классическое, вот, как сегодня тут говорилось, представление музыки. Хотя, конечно, повторяю, что любой авангард имеет свои корни в традицию. Только так, по-другому не может быть. У них индивидуальная стилистика у каждого. То есть ты не перепутаешь их. То есть, услышав музыку одного из них, понятно, кто есть кто. Это у каждого есть своё лицо музыкальное. Ну, больше о музыке, конечно, говорить не могу. Я всё-таки не музыкант. Но у меня как раз и филологические были аллюзии. Это же объединение. Это как абориуты, которые собрались. Да. Свой манифест, пожалуйста. Вот у них очень есть тезисный. Я его даже себе где-то распечатал. Могу сейчас вот прочесть. Это прямо же... Вот что-то такое в этом даже революционное есть. Да, но это эстетический революционный. То есть, с точки зрения эстетики. Это у них не общественная позиция, а художественная, музыкальная. Но, не знаю, мне очень нравится их музыка. Я из той редкой породы людей, которые любят музыку до Моцарта и после Шамберга. Манифест. Это такой у меня вкус. Группа сопротивления материала. Мы против упрощения языка, против академического использования выразительных средств прошлого, заигрывания с публикой, облегчающего восприятие, а на деле серьёзно опускающего планку коммуникации. Музыка – самая мощная машина памяти среди всех созданных культурой. Поэтому мы против хранения традиции. Мы будем сжечь традиционно в звуковых топках новых машин памяти. Прям литература. Почти футуристы. Вот-вот-вот. Почему вот такие? А всё-таки насколько важно быть в традициях, в традициях классики соблюдать? С одной стороны, отвергая это, но без неё-то никуда. И вот скорее вот сейчас и Алексею, и Павлу адресу этот вопрос. Ну, жалко, что Алексей Сюмак не пришёл сюда. Да. Вот, действительно, потому что, в общем, эта группа композиторов очень интересна. Очень интересно было бы пообщаться вживую, поскольку вот я всех их знаю, их музыку, и я слежу. Но лично никогда не общался ни с кем, ну, только по интернету, может быть, немного. Вот. Ну, конечно, этот взгляд немного для меня, в общем, не моё это, так скажем, да. То есть я отношусь как раз к той категории, которую вот надо жечь в звуковых топках. Ну, верно, как бы моя музыка, надеюсь, меня лучше не трогать лично. Вот, но, в общем, я, конечно, такой ретроград, и я с публикой заигрываю. Вот. Ну, при этом я-то как раз люблю музыку любую. То есть у меня нет никакого отрицания. Я с интересом слушаю и сочинения Курлянского, и Филановского, да, вот. Но у меня нет никакого желания ничего там в топках жечь, когда это хорошо и действительно вот заставляет, прослушав сочинение, что-то в тебе меняет или хотя бы, ну, заставляет как-то задуматься, и ты не помнишь там в течение хотя бы дня, что это было, вот, то задача композитора как творческого человека, она, значит, решена. И они, конечно, все эти господа, они хорошо её решают. Вот. Но другое дело, что, мне кажется, есть, в общем, множество других взглядов на искусство в целом, и, наверное, не стоит быть таким категоричным, но, опять-таки, я, конечно, не навязываю своё мнение совершенно. Вот. И, в общем, пусть цветут, да, все цветы. Пусть цветут все цветы. Павел, у нас осталось буквально полторы-две минуты до окончания программы. Что для вас интеллектуальный опера? Работа вот с такими композиторами? Это желание экспериментировать, нормальное человеческое желание человека-искусства? Это, может быть, покровительство, подвижничество, потому что нужно помогать? Или что это? Почему вы этим занимаетесь? Нет, ну, во-первых, чувство самоудовлетворения, что называется, если помог талантливым людям. И, конечно же, извините, само развитие. Значит, и в какой-то мере, если что-то получилось, значит, что-то могу, и очень профессионально, что называется, не в застое. И важно это, в общем-то, и глобально для всей музыки, мне кажется, вообще. Именно правильно, 100 цветов. Конечно, что касается этого момента, конечно, это было такое время, 20-е годы, но в то же время, понимаете, то, что так с ними поступили трагически, все это закрыли, эти линии, это мы сейчас, итоги мы пожинаем сейчас, понимаете? Когда были прерваны огромные линии, называемые Мерхольда, что должно было развиваться. Я не говорю, что должно было все сжечь, все классику, то только они. Но если бы это вот развивалось, мы бы сейчас, может быть, имели бы несколько другую, иную картину, то есть я уверен. А мне кажется, сам предмет нашей встречи говорит о том, что это все, ну, так или иначе, развивается. Я, закончив программу, опять же, словами Дмитрия Шостаковича и Чехова. «Я так и не научился главному у Чехова», – пишет Шостакович. «Для Чехова все люди были одинаковые. Он их показывал, а читатель сам должен был понять, что хорошо, а что плохо. А сам Чехов оставался вроде бы беспристрастным». Ну вот… Наблюдателем. Чем мы сегодня и занимались. Сегодня в гостях нашей программы были Павел Сорокин, дирижер Большого театра, заслуженный артист России. Спасибо вам. Спасибо. Алексей Курбатов, пианист, композитор. Благодарю вас. И Дмитрий Сьеломас, филолог, поэт, драматург, автор либреток «Четырем операм», о которых мы сегодня и говорили, а еще Дмитрий советник в культуре и посудества Греции в России. Спасибо. С вами был Алекс Дубас и программа «Наблюдатель». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин